Это новости на телеканале Губерния 33. В студии Андрей Белов. Здравствуйте. Говорим о главных событиях к этому часу. 31 случай ДТП произошел во Владимирской области за прошедшую неделю. В авариях погибло 3 человека. 40 человек получили ранения различной степени тяжести. Из них двое детей. Сотрудники госавтоинспекции остановили 97 водителей, управляющих транспортом в нетрезвом виде. Крупная авария с участием фура произошла сегодня в Суздальском районе. ДТП случилось на трассе М7 около села Добрынское. Водитель легкового автомобиля столкнулся с фурой, которая стояла на обочине. Спасатели деблокировали пострадавшего и передали его сотрудникам скорой помощи. К другим темам. В Киржаче в ближайшие годы построят два спорткомплекса. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев во время рабочей поездки в Киржачский район. В рамках визита глава региона провел личный прием граждан. Среди них инструктор физкультурно-оздоровительного комплекса «Лидер». Он обратился с вопросом о строительстве спортивного центра с универсальным игровым залом в микрорайоне «Красный Октябрь». Занимаемся с детьми школьного возраста во второй школе. Соответственно, дети из других школ не могут посещать это же здание. Областная команда. Мы играем по первой лиге. Областная команда. Тренируется в деревне Елице. Принимаем мы игры. У нас проходит поселок Першино. То есть, как такового своего зала нет. Очень остро стоит вопрос по поводу зала. Губернатор сообщил, в Киржаче планируется построить еще два спорткомплекса. Один из них в следующем году в микрорайоне «Красный Октябрь» по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». А в 2026 году решили строить физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортзалом на стадионе «Инструментальщик». Теперь ждем окончательного подтверждения в бюджете, который будет приниматься осенью. И у нас практически уверенность, то есть, надежда переходящая в уверенность, что мы начнем на «Красном Октябре» строить полноценный ФОК с залом для занятия игровыми видами спорта. Значит, и сопутствующими помещениями, раздевалки, может быть, какие-то элементы зрительных мест и так далее. Поэтому давайте сейчас рассчитывать на лучшее, по крайней мере, все финансирование с нашей стороны, все заявки, все исполнены. На приеме граждан Александр Авдеев также обсудил с жителями Киржачского района судьбу мемориала на месте гибели героев Советского Союза. Летчика-космонавта Юрия Гагарина и летчика-испытателя Владимира Серегина. Жительница Киржача Юлия задала вопрос о реконструкции памятника. Ремонт начался в 2016 году по инициативе космонавта Алексея Леонова. На данный момент благоустройство до конца не завершено. Как сообщает в районной администрации, для окончания работ требуется порядка 70 миллионов рублей. По предварительной информации на завершение реконструкции, средства планирует выделить Роскосмос. Спасибо Роскосмосу, они не отказали, они ждут от нас сметных и проектных решений, для того, чтобы мы хотя бы тот объем благоустройства, который мы видим с точки зрения приведения порядок территории, чтобы мы выполнили. Поэтому договоренности такие есть. Район свою часть работы делает. Ремонт дороги в деревне Перегудово – еще один вопрос, который подняли жители Киржачского района на личном приеме у губернатора. К Александру Авдееву обратился староста деревни. Сергей Алексеевич рассказал, что щебеночную грунтовую дорогу давно не ремонтировали, и она практически разрушилась. Этот путь очень важен для сельчан. Дорогой пользуются жильцы более 120 домов. Кроме того, на ней расположена остановка для школьных и приградных автобусов. Как сообщают в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области, ориентировочная стоимость ремонта дороги в Перегудово – 13 миллионов рублей. Какие-то участки прямо в этом году, раз мы все равно в щебенке делаем, не в асфальте же, правильно? Можно участками сделать. Можно техникой пройти, корыто сделать, отбить кюветы для отвода воды, может быть, трубы заложить, там, не знаю, посмотреть. И это может быть 100-200 метров, потому что если сейчас в деревне не проехать, потом развезет полностью. Это не помешает потом дальше выполнять работу на следующий год, опять же, там, поэтапно, либо полностью уже завершить. В ходе рабочего визита в Киржач губернатор Владимирской области Александр Авдеев посетил дирижабли «Дром». Компания производит и содержит аэростаты. Один из летательных аппаратов АУ-30, он способен поднять воздух до двух тонн груза. А также ему принадлежит мировой рекорд по дальности полета дирижаблей мягкого типа. Дирижабли могут быть использованы в военных и гражданских целях. Они помогут следить бойцам за обстановкой на поле или мониторить пожароопасную ситуацию в лесах или на мусорных полигонах. Если мы говорим о эффективности, то дирижабль может находиться в воздухе достаточно длительное время и преодолевать большие расстояния. Беспилотник столько времени находиться не может. Сегодняшние активные системы 40 минут, час-полтора, ну, к краю. Можно в беспилотном. Я не авиационного типа, а квадрокоптер и вот такого типа. К другим темам жители многоквартирного дома в Александрове боятся за свою безопасность. Их жилье на Маяковском 11 рушится и прорастает плесенью. Особый страх вызывают оголенные провода на стенах. Кто довел здание до такого состояния, разбирались мои коллеги. Наргиза живет в этом доме уже шесть лет. С мужем они воспитывают троих сыновей. На уход за детьми девушка тратит куда больше времени, чем многие мамы. В ее доме нет ни газа, ни горячей воды. Справляется подручными средствами. Когда кипятится, пара идет, испарение. Естественно, там дерево. То есть, видишь, у нас пластик там. Конечно, оно плесень собирает. Естественно, побыстрее, побыстрее, чтобы дети этим не мешали. Досаждает молодой семье и затопленный подвал. Зловодный запах доносится аж до второго этажа. Балашовы не помнят, когда последний раз открывали окна. У нас труба на четвертом этаже на чердаке. Она уже протекла. То есть, она протекла у нас как раз месяца четыре назад. Четвертый по второй этаж. То есть, протекла так. У нас у соседа просто тазики везде дома стояли. Неработающие санузлы и падающий кирпич. В удручающем состоянии все здание. Стены украшают оголенные провода. Балашовая компания повесила объявление. Не трогай трубильник. Опасно вообще. Вот эта моя комната не сегодня, не завтра может рухнуть. Чтобы в доме появился хотя бы газ, от местных потребовали установки исправных плит. Но жители не понимают, что не так с их техникой. Перекрыли это. Газовая плита хорошая. То есть, она в рабочем состоянии. В здании нет даже входной двери. Поэтому среди посетителей не всегда желанные гости. Ответ управляющей компании – виноваты сами местные. Жители сами не следят за этим. Я бы рада была поставить, но я не знаю, как долго хватит этих дверей. Устраивают свалку, устраивают драки, торгуют алкоголем. Вот, кто там проживает. Многое жильцам приходится делать самим. Ставить окна, белить стены и спасать проводку. Но в управкомпании говорят – так и должно быть. Дом давно потерял статус общежития. Обещанный максимум от управленцев – косметический ремонт здания. Вы не платите. Я говорю, за что платить? Вот за это вот я не буду платить. В пятиэтажках, где проживают всего 10 семей, новая управляющая компания заведует год. И, по словам ее сотрудников, делает все возможное, лишь бы хватало средств. Мы заменили все электрощитовые на каждом этаже. Мы поменяли все вставки в щитовой. Мы откачали воду из подвалов. Теперь там сухо. Мы поменяли канализацию. Мы заменили трубы. Местные мечтают, чтобы их жилище признали аварийным. Администрация района уже готова оказать помощь. Но при условии письменного обращения. Для этого жильцам надо найти всех собственников. Специализированная организация, которая заказывает администрация отчет, сделал этот отчет. И на основании его уже мы или признаем дом аварийным, подлежащим сносу, или дом, подлежащий капитальному ремонту. Даже если дом признают непригодным для жизни, получить жилье взамен местные смогут не раньше, чем через пять лет. Очередь. Сколько ждать обещанного косметического ремонта от управляющей компании, тоже пока неизвестно. Александра Реутова, Марина Елькина и Артем Михайлюта. Продолжаем выпуск. Во Владимире состоялись соревнования по пожарно-спасательному спорту. Они посвящены памяти Михаила Ивановича Зверева, ветерана пожарной охраны, который на протяжении многих лет поддерживал развитие пожарно-прикладного спорта в регионе. Участники соревновались в трех дисциплинах. Штурмовая лестница, выдвижная трехколенная лестница и боевое развертывание. Спасатели показали отличную подготовку и владение пожарно-техническим вооружением. Начальник регионального управления МЧС России Алексей Купин отметил главную цель соревнований – привлечение молодых специалистов к благородной профессии. «Приглашая сюда, опять же, кадетские классы студентов, которые, соответственно, обучаются по профильным специальностям техносферной безопасности, пожарной безопасности, для того, чтобы, вычеркнув, красивый спорт пожарно-спасателей был достоянием большего количества зрителей и, конечно же, сотрудников. Это часть воспитательной работы и, конечно же, часть подготовки». Первому зубрёнку, который родился в Национальном парке Мещер-Гусь-Хрустального района, наконец выбрали имя. Решение о народном голосовании приняли Национальный парк и АО «Транснефть-Верхняя Волга», который уже на протяжении 10 лет оказывает поддержку в восстановлении популяции редких животных. Варианты кличек для зубрёнка присылали со всех уголков России. В итоге четвероногого малыша назвали «властелином». На знакомстве с зубрёнком побывали мои коллеги. Зубры – неотъемлемая часть экосистемы Владимирской области. В вольере Национального парка Мещера сегодня проживает группа из девяти особей. Их потомство будет создавать стадо зубров на других территориях. Все они самолюбивы и не признают авторитетов, рассказывает зооинженер Алексей Теплухов. Вот этот Мереск, большой бык, проломил загород, вывел за собой всю стаду. И что бы мы ни делали, и прикормывали дорожки, и всё. Три месяца он держал население, местное население, пока не наступила зима, похолодание. И они сами не пришли назад в вольер. Год назад Мереск стал отцом. Имя его малышу выбирали всей страной. В итоге назвали «властелином». И не прогадали. Телёнок быстро адаптировался и уже начинает показывать стаду свой характер. У властелина насыщенный рацион – кукуруза, овёс и свежие овощи. Но самое любимое лакомство – это зелёные яблоки. Содержание зубров – занятие дорогостоящее. Всего за год на поголовье уходит несколько миллионов рублей. Опорное плечо парка АО «Транснефть» Верхняя Волга. Вот уже 10 лет компания помогает виду, который находится на грани вымирания. Благодаря поддержке нефтетранспортной компании численность зубров в европейской части России увеличилась до 300 голов. Это не только поддержка по кормлению, но и по содержанию, и по воспроизводству. А непосредственно именно по организации вольерного комплекса, где мы планируем в будущем развивать и увеличивать стадо с последующим выпуском в дикую природу. Сейчас в стране реализуется целая программа по восстановлению популяции европейских зубров. Национальный парк Мещера в Гусь-Хрустальном районе – одно из немногих мест, где они сумели адаптироваться. В природе взаимосвязано все, и поэтому все виды, которые в природе живут и встречаются, они должны быть сохранены максимально. Всему коллективу транснефтьюрнемолога важно понимать и осознавать, что наши усилия не пропадают даром, и мы тоже в какой-то степени причастны к такому важному большому природоохранному проекту. Зубры живут в демонстрационном вольерном комплексе площадью около 25 гектар, но в будущем потомков этой группы выпустят в дикую природу. К этому должны быть готовы не только животные, но и сами люди. Для этого важно всеми силами оберегать популяцию европейского зубра. Марина Елькина и Артем Михайлюта. На этом наш выпуск завершен. За развитием событий следите на сайте trc33.ru и в социальных сетях. А если у вас есть интересная информация, звоните в редакцию по телефону 32-62-33. Я с вами прощаюсь. Итоговый выпуск новостей выйдет в эфир ровно в 19.00. Не пропустите.